Поклонники блюд из морского деликатеса знают о хамсе всё. Когда начинается лов, где лучше приобрести и в какой период времени на прилавке попадает самая вкусная рыба. Вот в сезон, вот в это время, октября, октябрь-ноябрь, это, в общем-то, любимое блюдо наше, потому что мы ждём, когда появится хамса в это время. Но хотелось бы, конечно, пусть крупнее, пусть дороже, но чтобы крупнее было, слишком мелкое. А вообще рыба, конечно, мы вообще сами с севера и приехали сюда, мы обожаем эту рыбу. И всё-таки беспокойство за качество товара у покупателей, что называется, в крови. На центральном рынке нас заверили, сомнений в свежести товара быть не должно. Каждый новый день на прилавках новый улов. Если что-то остаётся, это малая часть, много её не набирают на каждый прилавок, допустим, а идёт по заказам. Если даже остаётся, оно всё выкидывается. Хамса долгая, нет, нет. Слухи о том, что хамсу для более долгого хранения вымачивают в селитре, безосновательны. Контроль качества начинается уже на палубе корабля, заявляет начальник управления ветеринарии Бронислав Ракитин. Несколько лет тому назад были случаи, но в Анапе не было, а были случаи в Топсинском районе, потом в Ейском районе, когда хамсу с целью предпридачи более товарного вида обрабатывали с помощью селитры, в небольших количествах, когда она становится более упругой, ну и дольше хранится, срок хранения. В Анапе такого нет. Сегодня хамса идёт очень хорошая, жирная, не битая, то есть качество её превосходное, я считаю. Определить, качественную ли хамсу вам предлагают, оказывается довольно просто. Вполне видно внешне, если это плотненькая тушка, если она вся цельная, без всяких примесей других рыб, не распалывшаяся брюшка у неё, то есть по цвету, по запаху. Где купить рыбу – в магазине или на рынке? Каждый решает сам. Но бдительность не помешает. Пользуйтесь полезными советами и делайте правильный выбор.